В едином волонтерском отряде воспитанники станции юных техников и станции юных натуралистов в прошлые выходные провели новогоднюю акцию в помощь природе «Спасем новогоднее дерево». За ходом акции наблюдала наша съемочная группа. Учащиеся станции юных натуралистов с первых дней ее основания безвозмездно заботятся о природе, подкармливают птиц, сажают деревья и пропагандируют здоровый образ жизни. В преддверии одного из главных праздников Нового года юнатовцы совместно с юными техниками организовали акцию, направленную на спасение живой природы. Мы решили изготовить небольшие елочки с сувениром нашим жителям города и рассказать, что искусственные елки могут спасти множество живых деревьев, ведь живые деревья – это дом животных, это чистый воздух. Порядка 50 различных поделок в виде новогодних елок в этот день раздали дети прохожим. Поделки были изготовлены из подручных материалов. Раздавая их, ребята рассказывали стихотворение, которое сочнила воспитанница станции юных натуралистов Анастасия Хованская. Дорогие жители нашего города, каждый год все меньше деревьев в лесу. На праздник всем нужно ель или сосну. Мы просим, не рубите живые елки. До этого есть магазины и полки, где стоят искусственные елки. Одна из участниц Тина Диденко считает акцию очень важной. Надеется, что после нее люди прислушаются и не будут портить природу. Эта акция нужна для того, чтобы сохранить леса. Елка или ель сосна – это дом для животных, а мы это срубаем, и животные лишатся своего дома. Если мы будем брать елку искусственную, то мы не лишим животных дома, мы поможем природе сохраниться, сделаем больше кислорода для нашей планеты. А также эта елка может стать реликвией для семьи, ее могут по традиции наряжать. По итогу акции все поделки были розданы. С чувством выполненного долга юнатовцы и юные техники отправились по домам с надеждой, что люди, которые получили их поделки, не подведут и не станут украшать свои дома живыми хвойными деревьями.